Вы смотрите ННТВ в прямом эфире интерактивный канал День за днём. Студия Оксана Ткаченко, Илья Приходько. Здравствуйте. Успехи в школе во многом зависят от того, в каких условиях проходит обучающий процесс, в том числе и какими продуктами питаются дети. Ведь хорошо приготовленное блюдо — это как минимум залог хорошего настроения. Чем кормят нижегородских детей в школах и что предлагают в этом деле изменить, рассуждаем в прямом эфире. День за днём мы начинаем. День за днём мы начинаем. Но то, что сейчас настаивают на том, чтобы ученики питались в рамках школы, чтобы были полноценные завтраки, обеды и полники, ничего плохого, лично я, как родитель двоих детей, не вижу. Потому что я точно понимаю, что если ребёнок с утра не успел покушать, то у него будет полноценный завтрак в школе. Но и не все родители могут дома обеспечить обед, ведь многие находятся в это время на работе. А то, что в школе обеспечили горячим питанием, это тоже здорово. Но что именно входит в полноценный завтрак и обед? Попытаемся разобраться сегодня вместе с вами. Да, попытаемся понять, чем сегодня кормят, чем, может быть, в ближайшее время будут кормить. И знаете, ещё одна очень любопытная инициатива, которая тоже в строчку в эту тему. Власти задумались о том, чтобы вендинговые автоматы, ну знаете, вот продают напитки всевозможные, да, где-то шоколадные батончики и так далее, поставить в общеобразовательные учреждения. Дескать, школьники недоедают у себя, можно поставить такой дополнительный автомат, если хотите, давайте своему чаду денег, он уже купит всё, чего ему вздумается. Ну а пока озвучим тему интерактивного голосования, которая сегодня будет идти лейтмотивом нашего эфира. Вы можете заглянуть в нашу группу ВКонтакте, называется она «День за днём» и проголосовать там, а можете дозвониться в эфир. Напомню, телефон прямого эфира 434-34-77. Давайте попробуем разграничить сферу ответственности. Мы спрашиваем вас, кто должен думать о питании школьников. Предложили три варианта, они могут кому-то показаться, знаете, такими обывательскими, что ли, но с другой стороны, многие примерно в таких категориях рассуждают. Три варианта, кто же должен думать о питании школьников. Первый, банальный, простой, сами школы. Знаете, как раньше было, да, вот в советское время. Школьная, столовая, штат, вот они что-то там готовили, да. Всё очень индивидуально, уникально, хороший повар в школе, хорошая еда у учеников. Вариант второй специальной кампании, это примерно как сейчас есть в Нижнем Новгороде. Есть единый центр муниципального заказа, который поставляет продукты двум третьям школы Нижнего Новгорода. Две трети питаются благодаря ЕЦМЗ. И вот тут всё понятно. Примерно у 70% учеников Нижнего Новгорода единое меню. Никто никому не завидует, у всех всё одинаково. И третий вариант нашего голосования. Слушайте, зачем на кого-то надеяться? Родители, вот кто точно должен знать, как накормить своё чадо. Это, знаете, завернуть с собой пакетик, контейнеры там, да, всё приготовить. Остаётся только возможность найти место, где просто поесть тихо и спокойно. Да, уж не надо ни на кого надеяться. И тем более, может быть, даже это дешевле выйдет в каких-то случаях. Вот если вы считаете так, то третий вариант в нашем опросе для вас. Также есть возможность позвонить в прямой эфир. Может быть, у вас есть вопросы по школьному питанию в Нижнем Новгороде. Чем кормить школьников? 434-3477, телефон прямого эфира. Какого мнения придерживаются специалисты, узнаем сегодня в эфире нового Нижегородского телевидения. И первый человек, который появляется у нас в студии, это генеральный директор Единого центра муниципального заказа Владимир Жмакин. Владимир Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Проходите, присаживайтесь. Добрый день, приветствую вас. Накануне вы отчитались перед депутатами Городской думы о своей деятельности. На посту вы уже чуть больше, чем полгода. Есть чем похвалиться, есть, наверное, и на что посетовать. Вот с чего начнем? С плюсов каких-то или с минусов вашей работы? Ну, начнем, наверное, все-таки с самого начала, да, придя на эту должность. Первая задача, которая была, это все-таки улучшить то состояние питания, которое было в школах. Хотел бы отметить, что на самом деле были очень большие проблемы, и при первом поручении, когда мне назначал Владимир Александрович, он поставил задачу, чтобы и ЦМЗ было более открыто, и я лично, чтобы контактировал с общественными организациями, с родителями, чтобы они всегда могли обратить какое-то мое внимание на те недосчеты, потому что очень было много жалоб. Я вам честно говорю, что телефон не выключался по жалобам питания в школах, по поставке продукции и так далее. Хочу отметить, что мы не просто поставляем продукты в школы, а мы еще и организовываем питание. То есть все повара, которые работают, они находятся в штате ЦМЗ, и их порядка тысячи, поэтому... Они под вашим крылом. Да. А по поводу жалоба их было много? Телефон просто не смолкал, потому что не знаю, кто в администрации... Кто-то дал ваш телефон этим людям. Кто-то мой сотовый телефон все-таки личный выпустил, так скажем, в эфир, и в каждом районе была создана группа директора школ, это общественные палаты, это общественные организации, родительские группы. То есть это было порядка двадцати. Телефон просто не смолкал, он иногда просто вырубался, и так было очень много жалоб. Скажу вам на данный момент, что сегодня по школам практически жалоб вообще не осталось, потому что в тесном сотрудничестве с, опять-таки, с общественными организаторами, организациями, прислушиваясь к родительскому мнению, проводя очень много всяких дегустационных столов, общение с детьми в игровых формах, что они любят и так далее, я думаю, что мы все-таки выходим на тот уровень, когда, надеюсь, их вообще у нас не будет жалоб. Вопрос не праздный от многих телезрителей, едите ли вы сами, что готовите для школьников? Вы не поверите, да, и это не секрет, то есть я захожу в школу, неважно в какую, могу просто в каком районе нахожусь, в зависимости от задачи, какая поставлена на этот день, я захожу в школу, не стесняюсь, могу поесть. Во-первых, это, ну, не то что реклама, это очень дешево. А во-вторых, это действительно вкусно, питательно, и если где-то есть какие-то замечания, лично их сразу пытаюсь выявить, или же предотвратить это на месте. Есть какое-то любимое блюдо у вас? У меня... Вот что вам нравится больше всего из школьного меню? Из школьного меню мне нравится шницель нижегородский, как ни странно это звучит, но вот так он мне очень понравился, действительно вкусный. А у меня ребенку, который учится сейчас в первом классе, очень нравится гречка, как она выражается запеченкой, это с печенкой на самом деле. Вот тут тоже, видимо, есть какие-то свои плюсы. Давайте посмотрим, чем сегодня питаются школьники. Именно на сегодняшний день меню, на 19 марта, на ЕЦМЗ, действительно можно посмотреть, что было накануне, что будет на следующий день. Котлета особая с маслом, рис отварной, яблоко свежее, батон, тоже немаловажно. Во-первых, завтрак делится, есть завтрак дошкольника, вернее, начальная школа, прошу прощения, и есть завтрак уже взрослая, школа с 5 по 11 класс. Мало чем отличается, но небольшие отличия все-таки присутствуют. И на обед он одинаковый, сегодня суп с вермишелью и картофелем куриное филе, рыба запеченная, картофельное пюре, капуста соленая, компот, хлеб ржаной, ну и так далее. Так, посмотришь, разнообразие на самом деле существует, а вот каждый день генерируется новое какое-то меню, или уже есть, не знаю, четверг раньше, рыбный день, да, говорили? Нет, существует двухнедельное цикличное меню, которое меняется каждые две недели, оно абсолютно разнообразно, отличается от предыдущего дня, и к тому же оно согласовывается вместе с департаментом образования и Роспотребнадзором на каждые полугодия. То есть оно отличается, и мы стараемся каждое следующее согласование ввести что-то новое, то, что нравится детям, то, что, допустим, наоборот, они не стали есть. То есть бывает такое, да, что говорят, давайте вот это лучше уберем, но потому что большинство детей как-то не приемлет, да, или давайте что-то добавим. Ну, потому что я считаю, лучшая оценка, конечно, это пустые тарелки. Главное не убирать шнисы из рациона, мы поняли. Давайте приглашим в нашу студию еще одного человека, диетолог Алина Воеводина в нашей студии появляется. Алина, здравствуйте. Алина уже не первый раз в нашей студии. В прошлый раз Алина очень переживала, что мы чуть ли не шаурму заставили ездить в нашем эфире. В этот раз ничего пробовать не будем, да, поговорим о школьном питании. Вот то меню, которое мы показали сегодня, есть в школьной столовой, оно вас как диетолога устраивает? Действительно, то меню, которое было сегодня продемонстрировано, да, оно полностью соответствует нормам макро-микронутриентов для детей как школьного возраста, так и для подросткового возраста. Что важно отметить, я как понимаю, это еще в плане создания отдельного гипоаллергенного меню, и также меню для детей, которые имеют ограничения. Такой будет, Владимир Владимирович? Да, мы сейчас разрабатываем это, просто на самом деле есть некоторая сложность, что полностью гипоаллергенное меню, опять-таки, не все родители с этим согласны. То есть, если ребенок абсолютно, ну, допустим, здоровый, он говорит, ну, нам нет. Ну, опять-таки, здесь мнение родителей больше, и я знаю, что большинство родителей хотят, чтобы было гипоаллергенное меню, и мы его будем разрабатывать. Но на данный момент я ввел в каждой школе, у нас висит таблица для диабетиков, то есть, кто болеет сахарным диабетом, они могут свой рассчитать балл. То есть, никогда раньше этого в школе не было. То есть, помимо меню еще висит меню, расшифрованное в хлебных баллах, когда вы можете сами рассчитать, то есть, ребенок может посчитать, можно ему это есть или нет. Лена, но мы увидели, есть два меню, для начальной школы и для детей, которые постарше. Наименования совпадали во многом, кстати. Ну, там минимальные есть различия, действительно имеет смысл, и какое-то пристальное внимание нужно уделять детям начальной школы. Безусловно. В начальной школе дети активно растут и развиваются. Их энергетический обмен и метаболизм, так называемый, основной обмен, их гораздо больше, чем детей подросткового возраста. Потому что организм тратит большее количество сил на именно рост и на набор мышечной массы. Поэтому там должен быть скорректирован по белковому составу меню обязательно. Очень часто родители говорят, мы положим ребеночку с собой бутерброд. Это будет лучшим, это проверенный бутерброд. Мы знаем, что он это любит. Где колбаса больше хлеба будет. Да, не в зависимости от того, что там будет на завтрак в школе и на обед. Вот как вы относитесь к такому предложению родителей? Может быть, действительно они правы? Пусть они дадут то, что ребенок любит. В зависимости от того, что ребенок любит. Если он любит бутерброд, который готовят ему родители, но правильно готовят, и придерживаются принципам правильного питания, в котором обязательно присутствует цельнозерновой хлеб, обязательно присутствует тот же сыр, достаточное количество овощей или листья салата, то, пожалуйста, лучше пусть ребенок съест такой бутерброд, чем он пойдет в какой-то магазин или воспользуется торговым аппаратом и купит там какой-то сладкий батончик. Но если это речь идет о тех продуктах, которые как раз-таки озвучил Илья с большим количеством колбасы, то, безусловно, это нет. Коли вы затронули тему вендинговых аппаратов, то, что там лежат сладости, часто сухари, чипсы, шоколадные батончики, как вы относитесь к тому, что в школах может появиться такое? Конечно, я категорически против этого, но если рассмотреть СанПин, который в себя включает именно тот перечень продуктов, которые необходимо включать в эти аппараты, там ничего плохого не описано. Но я так полагаю, что возможно, что в эти аппараты включат и те продукты, которые не входят в СанПин, и которые так любят дети. И именно такие продукты они и будут там покупать. Поэтому тут... Слушайте, я вот еще, чего хотел спросить, просто рассказывали люди, работающие в системе образования, очень часто бывает история, ну вот в школе обед, значит, классы поели, уходят. Очень часто некоторые дети продолжают ходить, значит, искать у кого что недоедено, и просить разрешения доесть. То есть бывают люди, которые говорят, что для их детей недостаточный размер порции, и они ходят и просят у других, там, идут в конце концов в магазин и так далее. Ну это, наверное, вообще плюс большой, да, Владимир Владимирович, что дети еще хотят что-то доесть, да, значит, это вкусно. Это плюс. Но хочу на вейдинговые аппараты, да, ответить. У нас была уже практика, то есть мы ставили аппараты, они у нас есть в наличии, и мы их убрали изо всех школ, просто по многочисленным обращениям, опять-таки, родителей, да. Мы их убрали из школ, у нас единственное в одном лице остался вейдинговый аппарат, но просто там есть вторая смена, и кухня не работает просто во вторую смену, они сами родители попросили, чтобы оставили. Ну там в основном старшее поколение, которое учится во вторую смену, и поэтому это единственный аппарат вейдинговый, который мы оставили в городе. Остальные все вейдинговые аппараты мы убрали по многочисленным просьбам родителей, потому что во многих школах, практически во всех, открыты буфеты, то есть где можно купить свежую выпечку, то есть это не что-то опять какого-то там производителя, это проверено, проверено Роспотребнадзором, который нас постоянно проверяет, то есть опять меню в буфете согласовывается с родителями, что они хотят нам видеть, что они хотят там убрать, как, например, допустим, киндеры, которые категорически, я тоже сам был против, чтобы в школе, да, все-таки это образовательное, а не заведение, где можно побаловать там себя какой-то сладостью, поэтому, допустим, такой продукт мы опять-таки по просьбе родителей убрали из списка буфетов. Вот, а по поводу того, что дети не наедаются, на самом деле, каждое меню по нормам потребления, значит, весу углеводом, калорийности, ценности выборки по весу того или иного продукта согласовывается с Роспотребнадзором согласно с Анпином. То есть Роспотребнадзор говорит, что именно вот такая порция? То есть если вы должны съесть килограмм, значит, вы должны его съесть. Если уже больше, то, ну, конечно, хороший аппетит, но... Но ведь на самом деле это не секрет, я, наверное, скорее к Алине вопрос, что у нас в стране очень часто многие ваши коллеги по ссылке говорят, у нас беда, значит, у нас дети приближаются к ожирению там, да, очень часто, и вообще у нас такая, не как в Америке, конечно, ситуация, да, где там эпидемия буквально ожирена. Но приближаются уже к такому состоянию, когда я прикажу в школу, я понимаю, что некоторые девочки в школе выглядят гораздо крупнее, нежели я уже, мама там двух детей. Вот каким должно быть правильное питание, чтобы мы не усугубляли ситуацию? Школьное питание, понятно, оно сбалансировано. Еще и дома, каких правил нам нужно родителям придерживаться? Это основные правила здорового питания. В школе хорошо, но дома действительно чаще всего, если это возможно, все диетологи рекомендуют обязательное включение завтрака в рацион ребенка. Понятное дело, что это тяжело в силу занятости родителей, но с этим приходится как-то им смиряться и делать все возможное для того, чтобы завтрак в рационе ребенка присутствовал именно домашний. Кроме этого, после прихода ребенка из школы мы должны дать ребенку то, что ему, возможно, он не получил достаточное количество в школе. А кроме этого, с учетом того, что все дети часто посещают дополнительные секции, в том числе спортивные, мы должны дать им то количество нутриентов, которые они в дальнейшем потратят или потратят уже в детстве. То есть это же не вопрос в количестве, а скорее в сроке, скажем так, представления еды для детей. Безусловно, это важно. С учетом того, что мы видим, помимо роста метаболического синдрома и избыточной массы тела, мы видим рост гастроэнтерологической патологии, который категорически исключает возможность приема меньше, чем за три часа до того, как ребенок ляжет спать. То есть об этом тоже нужно помнить. Вот ведь как. А иногда хочется перед сном-то, потому что там про детей-то говорится. Мне очень хочется попасть сейчас в школу для того, чтобы отобедать, ну потому что там есть и салат, там есть и горячее, там есть и второе блюдо. Полный комплект, питание и за небольшую сумму. Но я, как родитель, понимаю, что сумма невелика. У нас в эфире уже представители отцов были, но лучше, наверное, мамы все-таки понимают, что нужно им детям. Может быть, и общественники самое главное. Давайте пригласим еще одного человека в нашей студии, члена общественной палаты Нижнего Новгорода, Светлана Гонова в нашей студии появляет. Светлана, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Светлана не только общественник, но еще и нутрициолог. Ну так, чтобы вы вот узнали. И о питании, в принципе, может нам рассказать наверняка чуть больше, как мы понимаем. Но, вот Владимир Владимирович говорит, общественники приходят, смотрят, проверяют. А вы были хотя бы раз в школе, смотрели, чем кормят наших детей? О, да. Да, конечно. Владимир Владимирович сказал, о, да, это значит, волна критики какая-то с вашей стороны, видимо, была. Прошлый учебный год общественная палата, рабочая группа общественного контроля осуществляла мониторинг питания в школах и детских садах. И мы посетили более 50% школ нашего города. И не просто посетили, посмотрели, как детки кушают, мы полностью исследовали и пищеблог. Так, остались ли вы довольны, или на сколько процентов вы остались довольны, и что еще стоило было доработать на тот момент, когда вы там были? На тот момент проблем было колоссальное количество и в персонале, и в оборудовании, и в качестве закупок, и в самом подходе, как дети питались, в меню. И поэтому и общественная палата этим и занялась. На данный момент, скажем так, динамика положительная налицо, 100%. Но это та тема, в которой невозможно поставить точку. Совершенства никакого достичь невозможно, да, в принципе. Но вообще, кстати говоря, врачи, эксперты, они говорят, что большая часть, в принципе, нарушений здоровья детей, если обращаться к статистике, да, какой-то информационной, связана именно с нерациональным питанием. Это важная история. Это избыточное потребление соли, сахара, мучных продуктов, недостаточное потребление овощей и фруктов. Владимир Владимирович, насколько вот это сбалансировано проходит, чтобы и овощей, и фруктов было в норме? Ну, еще раз говорю, что... Роспотребнадзор, да, следит за этим, мы поняли. Да, есть, опять-таки, нормы Санпина, да, это потребление, то есть соли столько-то грамм, там, суточное потребление сахара столько-то, не более, и опять-таки высчитывается не та ложка сахара, которую положили мы в чай, а высчитывается полное потребление сахара, в каком составе был, не был, в каком продукте был, не был. Да, ну, за этим жестко следит Роспотребнадзор. Согласен, что не все родители с этим согласны, да, вот у нас сидит представитель, который мы много, да. Вы звонили как раз Владимиру Владимировичу, видимо, первое время. Дискутируем, да, и стараемся учесть, конечно, все моменты в этом плане, поэтому я говорю, мы стараемся очень следить за именно сбалансированностью питания, чтобы не было у нас, опять-таки, там, либо печенье сладкое и так далее. Да, мы его пытаемся улучшить, может быть, в виде, ну, например, да, все равно есть котлета с булкой, как она подается в столовую, мы ее можем подать в виде гамбургера. Естественно, это не тот гамбургер, который продается. Это просто обыкновенная котлета, которая, опять-таки, приготовлена по нормам калькуляции, согласована Роспотребнадзором, и та булка, которая подается. Вот, но мы, опять-таки, это предлагаем, мы выносим на дегустационные столы, на общественные какие-то мероприятия, и уже по итогам мы раздаем анкеты, они заполняются, либо это да, либо нет. Также мы учитываем еще мнение директоров школ, которые тоже очень непосредственно, ежедневно, я бы сказал, общаются с детьми, и они видят, что они едят, и вообще хотят ли они есть. Это очень важно. Конечно, закрался вопрос, можно ли... Вы хотели добавить вот в то, что уже и сказано, и в то, что уже сделано, Владимир Владимировичем ЕЦМЗ? ЕЦМЗ было проведено достаточное количество презентаций, новых блюд. Практически на всех презентациях я сама лично присутствовала, и не просто как общественника, как и мама, которая также волнует питание моего ребенка в школе. Скажу так, что... Говорите честно. Честно сказать, что, возможно, проблема есть в том, что, знаете, как в народе говорят, мучка одна, а ручки разные, да, и в разных школах по-разному готовят повара. Все-таки несмотря, что единый центр муниципального заказа, он один, но на местах все равно как-то индивидуально получается, да? Даже если мы с тобой готовить будем, мы же не приготовим два одинаковых блюда. Совершенно верно. У меня будет отвратительно, у тебя хорошо, скорее всего. И здесь, конечно, прийти к единому стандарту, возможно, легко, но и достаточно и сложно. То есть это такой спорный вопрос, потому что от человеческого фактора не уйдешь тут. Да, есть профессионал, но есть понятие на глаз. Есть какие-то пожелания, что бы стоило добавить еще в школьное меню? На данный момент оно достаточно разнообразное. Возможно, что менять формы, потому что огромное количество со стороны детей недовольства к рыбе. Но мы же с вами знаем, родители, что очень сложно ребенка накормить рыбным продуктом. Очень сложно. Вот, знаете, скажу честно, у меня ребенок питается в школе, где как раз ЕЦМЗ поставляет продукты, дома не ест рыбу, но в школе моя первокласска говорит, такая вкусная розовая рыба, что ум отъешь. А я вот знаю, что это основная проблема ЕЦМЗ как оператора. То есть у них болит об этом голова, что детки не кушают в большей своей массе именно рыбного продукта. Но здесь возможны варианты разработки видоизменения этих блюд из рыбного продукта. Переходим на суши? Нет, про что я говорил, видоизменить саму подачу. Потому что факт, что мы хотим взрослые, конечно же, чтобы наши дети ели здоровую пищу и так далее, но надо не забывать, что это дети. Да, и можно в какой-то шуточной форме то же самое, я говорю, ту же котлету положить просто не на хлеб, а в круглую булку, подать это как гамбургер. То же самое, ничего не поменялось, ребенок будет это есть. Можно ту же самую рыбу подать в виде сделанной рыбки там обрезать красиво и так далее. А может быть это фишбургер, да? Да, но просто опять-таки надо понимать, что это все-таки масштаб, это не один-два ребенка, в каждой школе бывает их и 300, и больше, поэтому это тяжело, но мы работаем над этим и опять-таки слушаем советы мам, пап, что любят их дети и как они бы это в лучшем виде бы съели. Но давайте посмотрим еще мнение самих детей, что они предпочитают из таких булочных, наверное, продуктов, да? Из выпечки вот что они готовы приобретать, покупать или с удовольствием кушать то, что дает ЕЦМЗ в рамках школы. Посмотрим видеосюжет. Какую выпечку готовят нижегородские школьники и как ее готовят, журналистам показали весь процесс от замеса теста до упаковки и поступления выпечки в школу. Пекарный цех работает в едином центре муниципального заказа. Одних только пиц в сутки здесь выпекают более полутора тысяч. На первом же месте по популярности у школьников сосиска в тесте. Их за восьмичасовой рабочий день делают около двух тысяч. Начинку, кстати, готовят здесь же, в цеху, строго соблюдая рецептуру. Впрочем, весь процесс приготовления выпечки на постоянном контроле. Пироги курицы с капустой берут, ну с яблоками и так берут. С повидонами вроде бы нет, а вот сосиска пицца. Я люблю сосиски в тесте. Почему? Ну потому что они вкусные. Я очень люблю пирожки с джемом и с вареньем. Почему? Потому что варенье это очень вкусно и полезно. Все прекрасно понимают, что мы кормим детей. И у них также учатся и свои дети в этих же школах. И также они покупают нашу выпечку. Все несут ответственность. Вот заодно и посмотрели, как это все обычно происходит. 434-3477, телефон прямого эфира. Есть вопросы, которые задают наши телезрители, наверное, да? Валентина Михайловна дозвонилась и говорит о том, что нужно каждому школьнику каждый день выпивать по стакану молока. Это полезно для здоровья и желательно, чтобы оно было бесплатным, это молоко. Дают ли детям молоко и как часто дают? Молочные продукты дают. Молочные продукты даются практически ежедневно. Но опять-таки норму потребления ребенком молочной продукции, что кисломолочный, что простой, регулируется санпином. Конечно, мы бы с удовольствием давали бы, если бы все родители сказали давать молоко, мы можем и по два стакана давать. Но есть нормы, которые... Которых вы придерживаете. То есть не факт, что каждый день стакан молока это полезно? Ну, каждый родитель считает для себя. Поэтому мы опять-таки видим, что у одного родителя, допустим, ест ребенок это, у второго то. И каждый считает, что вот именно это полезно, продукт это. Поэтому очень тяжело найти ту золотую середину, которую устраивал бы всех. Еще одна реплика от Сергея Николаевича. Он считает, что сейчас в продуктах одна химия, но обоснованное такое решение. И детей в школах, он спрашивает, тоже кормят химией? Естественно, химией мы не кормим. Повторюсь, я вчера на докладе повторял и говорю сейчас об этом, что мы постоянно делаем лабораторные исследования. Сейчас особенно жестко подхожу к поставщикам, которые поставляют продукцию в школу, чтобы это были именно производители. Первое, а это было на первой ступени от производителя. Второе, чтобы это был как раз-таки качественный продукт. И мы ежедневно, еженедельно делаем лабораторные исследования. То есть за буквально последние 6 месяцев это 52 продукта, которые постоянно исследуются. Ну и вы понимаете, что это тоже совсем не маленькие расходы на это. То есть примерно, чтобы один продукт исследовать хотя бы каждый раз в неделю, то это стоит опять-таки колоссальных денег. И эта нагрузка, чтобы не была тоже на родителях, мы стараемся минимизировать, по крайней мере, уже на начальном этапе выбирать того поставщика, который действительно делает качественную продукцию из качественных ингредиентов. Насколько действительно дети питаются с удовольствием в школе, наверное, из первых уст и своими глазами видят преподаватели, директора школ, которые находятся на месте. Мы приглашаем в нашу студию директора школ номер 118 Южнего Новгорода, заслуженного учителя России, Надежда Жукова. Надежда Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Присаживайтесь. Мне кажется... Как раз вот закончился обед в школе, наверное, в это время вы должны были быть в столовой в школьной, да, и смотреть, что они там делают и как они себя ведут. Как они себя ведут в школьной столовой? Вы знаете, на сегодняшний день дети наши ведут себя в столовой очень хорошо. Они знают спокойно о том, что у них все будет накрыто, все горячее. Они придут, сядут на свое место, все приборы у них на столе, и они спокойно будут завтракать либо обедать. Вот вы своими глазами видите, что детям нравится, что не очень нравится. Вы даете какие-то советы руководителю ЕЦМЗ, на что стоит обратить внимание? Конечно, обязательно. Ну вот могу привести пример. Совсем недавно в школу было поставки очень большое количество зеленого горошка. Его было настолько много, что мы говорили об этом. Владимиру Владимировичу меры приняты прям безотлагательно. На сегодняшний день больше включено помидоры, свежие огурцы, салаты всевозможные, в том числе и фруктовые салаты. То есть, ребята, довольны. А что дети с удовольствием кушают? Вот вы приходите, а столы чистые. Традиционное блюдо, которое обожают наши дети, это куриное филе с ананасом запеченное. Оно остается также в меню, да? Никуда не делся, как его ввели? Да, остается в меню, да. Детки его очень любят. Ну, опять же, при выборе питания важно учитывать еще и здоровье школьника, так или иначе. Есть еще статистика, например, больше половины школьников в возрасте от 7 до 9 лет и 60% старшеклассников имеют разного рода хронические болезни. Ну и вообще, так или иначе, насколько, как вообще правильно выбрать рацион питания, исходя из того здоровья, которое есть у школьников? Надежда Николаевна, сейчас правильно то, что родители, и вот вы приучаете родителей, что дети должны питаться в школах, чтобы не было вот таких осложнений, чтобы дети были здоровы, чтобы дети были накормлены. Ну, вы знаете, я очень рада тому, что с нашими родителями мы разговариваем на одном языке, потому что это две категории учителя и родителей, которые в полноправии знакомы и заботятся о здоровье своих детей. Поэтому родители нас слышат, они понимают, и, конечно, они отдают предпочтение горячим школьным завтракам, и это правильно. У родителей есть возможность отказаться? Вы знаете, у родителей всегда есть возможность отказаться, но ведь мы должны и услышать друг друга, и должны понять, что иногда детки могут манипулировать родителями, говорить, ой, я не хочу, это невкусно или это холодное блюдо. Тогда мы говорим проще, приходите и посмотрите сами. В любой момент родители могут прийти в школу, причем не предупреждая меня заранее, я дам белый халат, мы придем в столовую, они посмотрят со своими глазами, попробуют блюдо, и тогда будет ясно, какое решение ему принимать. Если возвращаться к схеме прошлых лет, когда у каждой школы самостоятельная была политика в области питания, все-таки, может быть, в этом какой-то больше смысл есть? Или, как сейчас система работает, когда есть ЕЦМЗ, которые две трети школы продукты поставляют и готовят на месте их специалисты? Или надо вернуть все как бы? Вы знаете, наверное, каждая школа определяет свой режим работы самостоятельно. Вот для нашего образовательного учреждения школа большая. Я, например, глубоко убеждена в том, что учителя должны учить, а повара должны кормить. И профессионалы абсолютно четко сделают свою работу грамотнее и, в общем-то, разумнее, чем мы, дилетанты, в этом отношении. Мы можем лишний раз проконтролировать, все ли соответствует норме. Вот это наша задача. Наши телезрители активно настаивают, что питание в школах должно быть бесплатным. Владимир Владимирович, вот хотя бы теоретически такая возможность есть? Это вот точно вопрос не ко мне. Моя задача организовать питание и организовать его в должном качестве, как оно должно быть. А цена образования, этот вопрос, к сожалению, не ко мне. Это лучше обратиться к питанию. Хорошо, тогда как заработать скидку на питание? По-другому поставлю вопрос. Скидка в каком смысле? У меня два ребенка, которые питаются в школах. Одна завтрак и обед, другая только завтрак. Суммы получаются достаточно большие. Оплачивать можно через систему Аксиома, которую мы с вами проговаривали до эфира. Но там берется процент, процент немалый. До этого была возможность оплачивать напрямую через один из банков, центральных банков России, когда можно было без процента оплатить. Сейчас есть такая возможность? Или все-таки каждый родитель вынужден еще оплачивать сверху? Да, кстати, это уже жалоба не первый раз. Сейчас дело в том, что когда меня назначили, уже работала Аксиома в большинстве школ, скажем так, города. А сейчас совместно со Сбербанком мы разрабатываем новую программу, опять-таки с IT-программистами Нижнего Новгорода, которая будет именно предназначена для детского питания и будет собственностью, ну, принадлежать, скажем так, одному из организаторов-операторов питания. И за именно перечисление денег от родителей не будет взиматься дополнительная плата, потому что, ну, любые 2-3 процента, да, поднять питание, это все-таки накладно, как ни крути. Поэтому я знаю эту проблему, но она не решится одного дня, потому что вы понимаете, что это полностью поменять все автоматы надо будет во всех школах, то есть полностью перепрограммирование, но эта программа уже запущена в декабре месяце. Это планы на следующий учебный год? Это планы на следующий учебный год, и я очень буду стараться, поставили задачу перед программистами, чтобы с сентября месяца уже мы начали работать по-новому. Надежда Николаевна, ну, мы сегодня говорим еще и об аппаратах, которые можно поставить в школах, эти вендинговые, да, со всеми снэками, возможными и невозможными. Дети были бы безумно рады, но, насколько я знаю, в вашей школе такого аппарата нет. Нет, и я очень надеюсь, что и не будет, потому что вы сами прекрасно понимаете, что дать возможность ребенку выбора, пойти горячий завтрак съесть, да, или купить что-то и просто так перекусить, допустим, в вестибюле школы, не за столом или еще где-то, но это неправильно. С грязными руками возможно. Конечно, конечно. Это нарушение всего и вся, и в том числе и режима питания самого ребенка. У нас в школе же есть прекрасные буфеты. Вот в нашей школе свой есть цех пекарный, где пекут великолепные пирожки, ватрушки ягодные и многое другое. ЕЦМЗ привозит соки, привозит молочко в упаковках, печенье и так далее. Все то, что можно кушать ребенку. И после того, когда он получит горячий завтрак, если ему очень хочется, конечно, он пойдет в буфет. Или спустя 2-3 урока придет в буфет и покушает еще раз. И никакой необходимости ставить эти автоматы в школе абсолютно нет. Есть еще один вопрос. Никак нельзя его объехать, тем более, что Владимир Владимирович говорил о поставщиках, которые выбирают единый центр муниципального заказа. Знаем, что ЕЦМЗ критиковала одно время федеральную антимонопольную службу. Говорили, что надо устраивать конкурс, выбирать поставщиков на конкурсе, какие-то процедуры, которые по времени затянуты. Есть федеральные законы, которые, конечно, не всем нравятся. Но, тем не менее, иногда ЕЦМЗ вынуждена делать выбор в пользу единственного поставщика. Интересная позиция единого центра. Я бы сразу хотел сказать, что федеральный закон, кому нравится, не нравится, он есть закон, и мы обязаны его выполнять. ЕЦМЗ работает в рамках 223-го федерального закона, который позволяет в рамках этого закона закупать у единственного поставщика. Порядка по 21 пункту. Если будет кому-то это очень интересно, они могут открыть, пожалуйста, федеральный закон. И можно по пунктам просмотреть. Положение ЕЦМЗ позволяет закупать у единственного поставщика. И именно та ситуация, которая происходит сейчас с ФАСом, это отмена конкурса об организации питания. Мы вынуждены, как сказать, на передовой, знаете, от суда до суда кормить детей, не зная, будем мы дальше продолжать кормить их или не будем, или же количество продуктов нам закупать. То есть, вплоть до того, что будет сорвано питание? Бывает и до таких ситуаций доходит, действительно. Хочу еще раз обратить внимание, что закупка у единственного поставщика, это не значит, что, ну вот мы с вами посидели сегодня, и я решил вас выбрать. У меня колбаса, у вас ЕЦМЗ договорились. Да, единственного поставщика, и вот мы договорились купили. Нет, то есть собираются коммерческие предложения. Они собираются полностью коммерческим отделом с разных регионов, не только с Нижегородских, это может быть и Владимир, Москва, неважно. Самое главное, чтобы в критерии это был крупный производитель, и он дал цену, и хотя бы какой-то малейший опыт был о поставке продуктов школьной или дошкольной, или вообще с питанием детей работать. Ведь это очень важно. Мы все забываем, что все очень сильно почему-то внимание обращают на закупки, где купил. Но самое главное, это у нас итог какой? Накорми детей здоровой пищей, здоровым питанием. Вот это приоритет моей задачи, приоритет, который я оставлю в коммерческом отделе искать, когда поставщика. И когда находятся несколько коммерческих предложений, мы объединяем их, смотрим самую наименьшую цену и организуем, так скажем, пакет документов, который идет на согласование в департамент экономики. Департамент экономики проверяет полностью этого поставщика, эту цену, либо согласовывает нам эту сделку, либо не согласовывает. Потом возвращает нам, и только тогда мы имеем право заключиться с единственным поставщиком. То есть это не просто так, что я сижу в кабинете, еще раз говорю, созвонились, и говорю, вот давай, вот мы сегодня закупим это или нет. И еще раз я вам говорю, самым главным для меня приоритетом, это то, чтобы дети получили качественное питание по оптимальной цене. Но еще раз объясню, почему сейчас очень много времени муссируется в СМИ, где закупил, почему закупил, как закупил. Но когда начинаешь именно разговаривать с родителями, с директорами школ, у многих этот вопрос не возникает. Потому что я имею в виду, какая разница, где это куплено, главное... Главное, чтобы это было вкусно, да, действительно, и чтобы ребенок получил то, за что заплатили родители. Но я опять-таки хочу очень внимательно над этим вопросом, что цена за питание не поменялась. То есть закупаем мы, где закупаем, как закупаем, питание не поменялась, цена. Мы можем сейчас наблюдать, да, цена капусты. Сколько она стоит? 40 рублей. Ну, 35-40 рублей на рынке. Цена установлена департаментом экономики 21 рубль, по-моему, или 20 рублей. А капуста есть в заведениях дошкольных и школьных? Есть. То есть это проблема ЕЦИНЗ, и мы ее решаем. Как это сделать, где купить? Это уже, как сказать, больше наших, да, компетенций. Серьезная у вас получается. Каждый занимается... Большая работа, которую вы проделаете, но вам не кажется, что немножко неправильно, что вы ориентируетесь на более низкую цену? Но это прописывает, да, 44-й федеральный закон. Нужно, мне кажется, что касается детей, больше обращать внимание на качество продукта, нежели на цену. Я вам согласен с этим абсолютно, но опять и 44-й, и 223-й федеральный закон, и положение о том, что регулируется цена. Опять-таки, есть цена за питание в школьных учреждениях, есть согласованные цены на продукты в дошкольных учреждениях, и мы не имеем права выйти за эти рамки. Конечно, возможно, и это невозможно, когда вы заходите в магазин, вы не выбираете там самый дешевый вот такой продукт, вы выбираете пусть даже подороже, но что-то получше. Я бы тоже с удовольствием это сделал. Но в рамках тех цен, которые нам дают, мы это определяем. То есть сейчас мы закупаем, например, яблоки напрямую из Краснодара их возят. То есть уже не через логистические какие-то там посреднические организации или какие-то базы, а напрямую у производителя. Но опять-таки, все закупки производятся в рамках тех цен, которые нам согласовали. Давайте в завершение нашего эфира попробуем вас протестировать. Викторину устрою вам небольшой. Раз у нас собрались люди, которые в питании, в школьном понимают очень неплохо, мы собрали несколько вопросов, которые связаны с питанием, с мифами, с заблуждениями. Ваша задача сейчас, объединившись в одну команду, выбрать правильный ответ из тех, которые будут появляться у нас на вершине. Скажем честно, не на все вопросы мы с Ильей ответили верно. Но надеемся на вашу интуицию и на ваши знания. Первый вопрос. Все ли жиры действительно вредны для здоровья? Нет. Вы думаете? Думаете, нет. Есть и полезные жиры. Однозначно. Давайте узнаем, так это или нет. И это действительно нет. Есть большая разница. Жир жиру рознь. Хорошо, ладно, с этим все разобрались. Переходим к следующему вопросу. Вот тут мы с Ильей немножечко полетели. Что содержит больше калорий? Чашка винограда или чашка изюма? Я думаю, что и то, и другое можно встретить. Калорий? Да. Что содержит больше калорий? Чашка винограда. Думайте, что чашка винограда. Поддержите, коллегу? Да, скорее поддержу. Давайте посмотрим верный ответ. И это? Правильный ответ. Выглядит в нашем случае чашка изюма на самом деле. Здесь, видимо, более концентрировано, поэтому и калории больше. Представление меню внимательнее с виноградом и изюмом. Следующий вопрос тоже из такого примерно разряда. В каком из представленных продуктов больше железа? Это интересный вопрос. Гречка или гранат? Вот я вспоминала, когда врачи от анемии прописывают. Что они прописывают? То ли гречки больше кушать, то ли граната больше с 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 Все-таки что мы больше любим, наверное, реагируют на нас. Это правильно, потому что там больше железа. Давайте посмотрим на следующие продукты питания и поймем с вами, что калорийнее. Грецкие орехи или гамбургер? Любимое блюдо. Ну, конечно, хочется ответить, что гамбургер. Так и тянется. Да и хочется гамбургер. Потому что и хочется гамбургер. Грецких орехов, конечно, калорий тоже немало. Грецкие орехи. Владимир Владимирович, чтобы вы... Я все равно лучше за гамбургер. За гамбургер, да? Но давайте узнаем верный ответ и просто поймем, что же калорийнее. Действительно, это грецкие орехи. Там тоже, видимо, концентрация просто гораздо сильнее. Я только чисто из-за... И в завершении еще один вопрос. Давайте разберемся, где же больше сахара? Это яблочный сок или абсолютно разные газированные напитки, которым детям говорят, пить это нельзя, это вредно? Сахара, я думаю, конечно, наверное, в яблочном соке больше сахара. А я думаю, что в газированных напитках. Владимир Владимирович, это чувство противоречия. Он, видимо, по логику игры. Какой-то из двух ответов правильный. Давайте просто для себя узнаем, что же верно и где же сахара действительно больше. И это яблочный сок. Но там сахар по-другому употребляется. И он действительно по-другому работает на организм человека. Ну слушай, я думаю, что какую-то новую информацию получили наши телезрители сегодня. Мы готовы двигаться к подведению итогов. Кто должен думать о питании школьников? Так звучал вопрос, который мы адресовали вам. И результаты следующие. Сейчас 25% голосов отдано специальным компаниям. Каждый четвертый голосует именно за этот вариант. Количество голосующих за эту позицию увеличилось в ходе нашего эфира. И обратил внимание, далее 36% говорят, что родители. Вы знаете, курочку в фольге там, я не знаю, рис в контейнере и так далее. И вариант лидер 39% это сами школа. Но правильно сказала Надежда Николаевна. Учителя должны учить, а повара должны готовить. И сами школы должны решать, как им удобнее, комфортнее и правильнее накормить ребенка, самое главное, здоровым и правильным питанием. Спасибо, что вы сегодня были в нашем эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин